К стыду своему мало чего знала. Я знала, что есть тракторный завод. У меня отец работал на тракторном заводе. Я знала, что мы производим тракторы. Я знала, что вот Т-330, который стоит на кольце, это вот делается у нас в Чебоксарах. И, наверное, ну вот про четру к своему стыду я, наверное, вообще ничего не знала. Во-первых, я Марину знал, как же Марину Зубкову, когда она работала на телевидении и была, ну, одна из топ ведущих вообще инструкционных программ. То есть у нас было наше региональное телевидение. Марина, если не ошибаюсь, была даже директором. Евгений, скажите, пожалуйста, будет ли это соревнование традиционным? Планируете вы что-то такое на следующий год? Скажу так, что мероприятие подобного формата для нас это, в принципе, хорошая, давняя, добрая традиция. Они не знали друг друга до сентября 2019 года. Марина Унгурян и Евгений Мятников, бессменной ведущей онлайн-трансляции чемпионата операторов техники четра, впервые встретились на полигоне в момент проведения соревнований. Никаких предварительных обсуждений, сценария и репетиций. С места в карьер. Было страшно что-то в устройстве бульдозера назвать не так. Но вот, кстати, мне сразу сказали, что будет помощник. И когда я его увидела, и когда он стал произносить первые фразы, я про господина Мятникова сейчас, да, я поняла, что все, слава богу, мне можно быть просто красивой, соединять людей там в интервью, задавать вопросы, а за техническую часть, за какие-то серьезные темы будет Евгений отвечать. «Три, два, один, гол!» «Ну что, взрычали моторы, машины пошли на трассу. Первое испытание змейка. Очень осторожно, очень ювелирно надо пройти между конусами, не задев их. Это штрафное время, которое может сыграть свою злую шутку с каждым из участников». Онлайн-трансляции чемпионата бульдозеристов «Четра» проводит третий год. И это не просто бездушные прямые эфиры, когда зритель подключается и в тишине наблюдает за происходящим. Это настоящее телевизионное действие. Спортивная трансляция с грамотными пояснениями, промежуточными итогами, турнирными таблицами, крупными планами и неподдельными эмоциями. Болеем, болеем, болеем. Попадет. Попадет? Должен попасть. Должен попасть. А время хорошее, очень хорошее время, очень хорошее время. Серега, Серега. Чуть больше трех минут. Ай-яй-яй. Вот сейчас, нет, далеко. Ой, боже, как страшно, как страшно. Ай-яй-яй! Красавец, красавец, красавец. Мимо трибун проезжает 60-тонная машина. Давайте поаплодируем этому карьерному богатырю! Бесстрашные, самоотверженные. Ну, а эти вот двое просто добывают золото. Я прям не знаю уже, какие еще можно более серьезные. Я бы назвал золотые кадры. Золотые кадры. Для Марины Унгурян, директора бренда «Четра», формат прямых эфиров не просто знаком, а привычен. За ее плечами более 20 лет работы на телевидении, ведения новостей, авторских программ, интервью со звездами. Какое блюдо вы можете приготовить самостоятельно? Омлет. Да? Ну, пельмени и сосиски не в счет. Вспомнился классический анекдот. Сегодня учимся готовить фрикадель. Прежде всего, очищаем пельмени от кожуры. Марина не работает на телевидении уже больше восьми лет. Тем не менее, жители республики до сих пор помнят ее как ведущую Марину Зубкову. Узнают на улице и даже просят автограф. В общем, встречают как родную. И участники нашего чемпионата тоже принимают ее за свою. Марина, а вы там раньше же телевизионной ведущей были? Я говорю, да, была. Ну, вы какая-то не такая телевизионная ведущая. Вот у нас там есть в нашем регионе, где мы проживаем, вот там, если телевизионная ведущая, то она звезда. К ней не подъедешь ни на какой кобыле. Она так зыркнет, так что-нибудь спросит, что ты готов под землю провалиться. А вам вот хочется как бы рассказывать, с вами дружить хочется и как-то вот делиться. Сейчас с лалом. Наш известный, знаменитый с лалом. Задача, проходя между стоечками, аккуратненько, отвалом, снять наши конусы с подставочек. Сначала одной стороной, потом другой? Абсолютно верно. Именно так сдается траектория с лалома. Боже, это же невозможно. Самое интересное, что ограниченная видимость машины все-таки. Машина большая, не каждый ее может. Здесь нужно чутье, Марина. Вам тоже кажется, что голос за кадром принадлежит профессиональному спортивному комментатору? А вот и нет. Соведущий Марины Унгурян – генеральный директор компании «Сервис промышленных машин» Евгений Мятников. У него в подчинении около ста человек. Обслуживание техники, общение с потребителями, частые командировки, сложные задачи, которые руководитель должен решать ежедневно. Как говорится, не до пустяков. Тем не менее, в своем плотном графике Евгений Мятников находит время для того, чтобы вести онлайн-трансляции чемпионата. И подчеркивает, что здесь у него профессиональный интерес. На чемпионат приезжают, во-первых, операторы. Прежде всего, как раз-таки с опытом работы на наших машинах приезжают сопровождающие лица, которые приезжают не только посмотреть, провести хорошо время в компании профессионалов, а еще и иметь возможность поделиться своим опытом эксплуатации машин, задать вопросы волнующие, поделиться, не знаю, своим опытом эксплуатации, предложения свои озвучить, да, по улучшению машин. Поэтому это очень хорошая такая платформа для обратной связи, для контактов с нашими потребителями. Однако спортивный интерес у Евгения Мятникова тоже присутствует. И, скорее всего, даже преобладает. Ведь он не просто разъясняет происходящее на полигоне. Рассказывает о технических характеристиках машин, участвующих в соревнованиях, а эмоционально поддерживает машинистов-бульдозеров. Ну что ж, сейчас предстоит футбол. Пробить пенальти, забить и дальше убегать от соперника. Гол! Двоечка! Есть! Два гола! Вот бы так стабильно бить пенальти во всех чемпионатах, когда участвуют наши футболисты. Валерию Карпину я посоветовал бы пересмотреться к этим товарищам. Спортивных комментариев-то это нет, конечно, не было. А семь раз быть свидетелем на свадьбе, я думаю, что как бы это к чему-то уже подталкивает. То есть опыт участия в таких массовых мероприятиях, когда надо быть центром внимания. Ну и плюс студенческие годы, студвездные, КВНы. Более того, Евгений Мятников не просто ведущий онлайн-трансляции. Он еще и автор многих заданий, которые выполняют операторы техники в ходе соревнований. Например, конкурс «Биатлон» — это полностью его разработка. От идеи до апгрейда техники. Чтобы подготовить это задание, пришлось наварить на бульдозер дополнительные элементы. Этот конкурс Евгений Мятников считает одним из самых зрелищных и удачных. Патронов много, можно стрелять! А вот здесь, наверное, сказывается тяга сама к рукоделию. Только не в этом вышивании крестиков, а вот именно как раз-таки работать с железом, с менталом. Потому что мне это интересно. Я профессионально занимаюсь рыболовной ловлей. И в силу дефицита специального рыболовного оборудования очень много, что для себя делал сам в гараже, а потом даже для своих коллег. Поэтому вот эти технические решения, которые мы реализовываем на наших машинах для того, чтобы выполнить те или иные практические задания, они уже где-то когда-то в какой-то там сфере реализовывались. А еще Евгений Мятников отлично поет. Вокальные способности, несомненно, помогают ему вести онлайн-трансляции. Например, в 2019 и 2021 годах прямые эфиры длились по 4,5 часа. В 2022 году стримы шли в течение двух дней, в общей сложности 7,5 часов. Однако даже у такого профессионала от накала страсти срывался голос. Как раз в этих случаях на выручку приходит второй ведущий. Марина и Евгений за эти три года совместных эфиров научились чувствовать друг друга. И четко понимают свои роли на площадке. Эмоциональный, так скажем, фон поддерживала Марина больше. Именно как раз-таки общение с операторами, да, то есть для того, чтобы передать настроение людей, да. А техническую часть, особенно когда возникали паузы в общении, ну тогда уже, да, приходилось брать одеяло на себя, то есть спасать Марину. Когда что-то возникает, какая-то непонятная ситуация, я смотрю на него и вижу, как у него мужские жиловаки, проступая через кожу лица, начинают гулять. И я тоже чувствую это напряжение, понимаю, что нужно включать вот эту историю, говорить, здравствуйте, друзья, мы продолжаем наш эфир, сегодня у нас вот такие участники, мы расскажем заполнять вот эту паузу. Ну вот, и была обратная связь тоже от Мянтикова, он говорит, Марина, это супер. А непредвиденные ситуации за три года случались. Вовремя не начиналась трансляция, на экранах запускался не тот видеоролик, барахлило оборудование. И участники чемпионата частенько впадали в ступор при виде человека с микрофоном. Они тоже волнуются, и мы, конечно, там предварительно с ними разговариваем, что, ребят, вот, ну, у нас эфир, нужно воздержаться от ненормативной лексики, вот, но я вижу, когда я к ним подхожу с микрофоном, я вижу вот эти сумасшедшие лица, на которых написано, я не помню, как меня зовут, кто я, где я нахожусь. И поэтому в этом состоянии, ну, стресса такого определенного, когда ты даешь интервью, отвечаешь на вопросы, понятно, что ты какое-то подсознание не можешь уже в этот момент контролировать, вот. И у ребят, конечно, вырывались, вырывались словечки. Ну, что, ничего не поделаешь в этот момент, как-то приходится отшучиваться. Сергей, где вы так долго работали? Я начинаю с бульдозером работать. Сейчас, пип-пип-пип, ладно. Роман, в этом году зачем к нам приехали? Опять приз увезете главный, скажите? Ну, возможно. Благодаря вам у нас международный чемпионат сегодня состоялся. Да, показывают, что говорить нужно вот с этим молодым человеком, а и с этим тоже можно. Для Марины Унгурян в 2019 году приглашение вести онлайн-трансляцию чемпионата бульдозеристов стало судьбоносным. Буквально спустя полгода слова «отвал», «рыхлитель», «навесное оборудование», «мини-погрузчик» для нее перестали быть чуждыми и непонятными. Марина Унгурян стала директором бренда «Четра». И благодаря ей о чемпионате бульдозеристов, который проходит в Чебоксарах, теперь знают на федеральном уровне. Чемпионат операторов техники «Четра» как пиар-проект несколько раз становился призером престижных российских конкурсов. Кубок бульдозеристов, который проводит «Четра», это уникальная тема, просто уникальная. Это невероятно сложно организационно и по разным другим моментам, да, подготовить технику, иметь необходимый полигон, собрать необходимое число участников, организовать сами заезды, да, организовать призовой фонд, развлекательную программу какую-то, да, для тех гостей, которые к нам приехали. Вообще в России для бульдозеристов такого не делает никто. Чемпионат операторов техники – это не только прорев моторов, мощь машин, победу, престиж и солидный призовой фонд. Кубок «Четра-про» про людей, которые любят свое дело, про единение тех, кто трудится в непростых условиях, про развитие российского машиностроения и про патриотизм. Именно так мы его понимаем. Продолжение следует...